Добрый день, понедельник. И я еду сейчас в налоговую. То есть я отпросилась с работы. Меня вызвали в налоговую в пятницу. Там, вы как вы знаете, как я вам рассказывала, я подаю на возврат подоходного налога, сижу, уже денежки жду. И мне звонят, говорят, что я что-то там неправильно заполнила налоговой декларацией. Так что поедем, посмотрим, где я там лоханулась. На улице у нас стоит жара. Просто жаркая. Вчера, правда, была гроза ночью, но сегодня опять жара. Подъехала я к налоговой, пойду посмотрю, что я там наворочивала. Ну все, сходила я в налоговую. Действительно, я там ошиблась. Хочу вам сказать, когда вы заполняете какие-то такие документы, надо быть очень предельно внимательной. Я заполняю в программе, но тем не менее. Надо перепроверять за собой. Я была даже удивлена, как я так могла ошибиться. Переписать из справки неверные данные. Ну, то есть там цифры поменяла. Ну, то есть это простая невнимательность. Но тем не менее. Ничего, конечно, страшного. Ну, лишний вот приезд сюда. Переделаю декларацию, привезу. В общем-то, бывает. Если вы скажете, что, ой, ну, легче там отдать, есть специальные фирмы, и они переделывают. Я вам хочу сказать, было такое дело, что когда еще не было вот этих программ, и как-то я отдавала фирму, и они тоже умудрились наворочить ошибки, мне все равно приходилось приезжать переделывать. Так что, как говорится, и на старуху бывает проруха. Ничего страшного. Ну, как бы лишнее досадное недоразумение. Ладно. Поеду я, наверное, заправлю машинку свою, потому что бензин у меня практически кончается. У нас на этой неделе всего два рабочих дня. До этого мы работали, ну, то есть вот после праздника мы не будем работать. Именно наш завод, потому что у нас не будет газа. И было принято решение, что мы две субботы работали, и сейчас мы как бы вот эти два дня, то есть четверг-пятницу, мы будем отдыхать. Хочу вам сказать, что работать с одним выходным очень тяжело. Первый еще субботу куда не шло, а второй субботу прям вообще вот то, что ты не отдыхаешь. Это, конечно, сильно сказывается на работоспособности. Отдыхать нужно два дня. Один день все-таки идет как отдых, второй день какие-то там домашние дела, уборка туда-сюда. Так что тяжело работать без... Тяжело работать с одним выходным. Ну, зато сейчас будет у нас неделя. Если все сложится, мы с Вовой поедем на рыбалку. Не знаю, конечно, если погода не подведет, там какие-нибудь обстоятельства не вклинутся. Если поедем на рыбалку, то обязательно буду вам снимать. Тем более Вова придумал еще одно кулибинское изобретение к своей лодке. Обязательно вам покажу. У меня один раз тут любители Скопина, защитники древности, сказали, что я как-то пренебрежительно отозвалась об улице Красная площадь. Сказали, это действительно площадь? Вот, ребята, давайте смотреть объективно. Название Красная площадь. И давайте посмотрим, что мы видим вокруг. Можно это назвать площадью? В принципе. Посмотрите в Википедии, что означает слово площадь. И вообще, применительно к этому убогому виду. Можно это назвать площадью? Знаете, иногда ребята говорят, что там... Ну вот там когда-то было. Ребят, ну было, было и прошло. Сейчас это, ну никак не площадь. И никак не красная. В продолжении темы истории. Я как бы говорила, говорю и буду говорить, что у меня канал не про историю. Я не гонюсь за тем, что какие-то исторические факты освещать. Я просто рассказываю о своей жизни. О том месте, где я сейчас живу. О том, что я вижу. О моих впечатлениях. Если кому-то нужна какая-то историческая справка. Welcome, пожалуйста, на другие ресурсы. Вот тот мужчина, который меня там упрекнул. Ну он не один был. Ну касаемо этой Красной площади. Я зашла к нему на канал. А, он же еще сказал. Как жалко, что проскопин. Говорят люди, которые про него типа не знают. Ну кто вам не дает, говорите вы. Я зашла к нему, например, на канал. У него, да, действительно проскопин. Ну просмотров там, как говорится, прям совсем не густо. То есть людям это не сильно интересно. Ваши исторические все эти бла-бла-бла. Или когда я снимала про Заречные. Про поселок. Вот начали тоже там. Ой, ну нужно было рассказать, какие замечательные люди живут на Заречном. Мне хочется сказать, ребята, на люди как люди живут. Ну с чего вы вот всегда берете, что на Заречном, на Поплевино, на Победеньке, в Скопине, еще где-то живут какие-то особенные люди. Люди везде одинаковые. Вот поверьте мне, везде одинаковые. Более-менее плюс-минус. Есть хорошие, есть плохие. Везде. Это заблуждение, что где-то конкретно в каком-то одном поселке хорошие живут люди. Мне вот особенно нравится, да, например, Заречный. Тут вот все поселки между собой переплелись, перероднились. И, в общем, и Победеньки, и Заречный, и Победенка, и Поплевино, и все. И вдруг почему-то, значит, если женщина выходит замуж, например, с Поплевино на Победенку или там на Заречный, она становится хорошей, а до этого была плохая. Или наоборот, уходит, например, оттуда и становится плохой. Но это полная ерунда. Какая-то ересь у людей в голове, вроде полная каша. И какие-то полные иллюзии у взрослых людей. Ой. Ой, все, ребятки, приехала я с работы. Хочу вам показать дерево. Вам, наверное, слышно, как гудят пчелы. Сколько их здесь. Липа. У нас две липы посажены возле. В общем, кто думает, что посадить вам возле дома, сажайте липы. Они пахнут просто восхитительно. У них такой ненавязчивый, приятный запах. Не как там, например, у черемах и даже не такой, как у сирени. А такой легкий и приятный. И если, конечно, не боитесь пчел. Я считаю, что самое лучшее дерево будет для того, чтобы... И оно тенистое, приятно пахнет. Самое лучшее дерево. Так, ну все, приехала я домой, заехала в магазин. У меня сегодня был просто квест. У меня был список. И мне нужно было прям уложиться в сумму 600 рублей. Потому что у меня больше на карте не было. Ну, в общем, квест был пройден. На этом до скорых встреч. Всем кармы. Продолжение следует...